так шила артём посадил это 8 прикосы вопрос надо было сразу подождать или ошибка принципиальная вот сейчас ваши абрикосы дохнут как бы вы посадили осенью но никогда не бывает так что последний день зимы то есть последний день осенью завтра морозы обязательно плюс-минус оттаивает и вы попадаете в такую ситуацию ребята вот сейчас у вас из-за того что вы сразу не отрезали хотя пол кроны саженец болеет я не говорю что надо сейчас морозы может уже и не надо но надо было это делать сразу вы даже поза узнали о том что я настаиваю на том что это обязательный прием что всегда и у меня была просто практика и так пересаживаю и обрезанный писал разница огромная разница принципиально сразу вот мы ответы вы сделали ошибку так елена тимофеевна подскажите контакте для покупки саженец такого чеха я не верю ни одной официальной не верю ни одной официальной инстанции например какой-нибудь крупный питомник который продает солнце все надо будет ой я давно этим не занимался надо будет набрать например питомники шелковица вы сейчас же знаете как поисковики и посмотреть а что из этого будет может правда еще кто-то торгует у шелковица же не с путь жить другим деревом конечно когда дикий уссурийский абрикос дикий сибирский абрикос подсунут вместо этого самого тут никуда не денешься вот тут свинцы они одинаковые и саженцы похожи а вот шелковицу я по крайней мере не знаю ни одного питомника и как-то она не рекламируется вот ежевика да вот как они умудрились сделать фотографию с такими плодами ежевики видели то ли вранье то ли правда уже стеряга все отошла а ежевика она с виду хотя бы чуть-чуть похоже на шелковицу а так получается что я не могу ответить на ваш вопрос вот алексей алексей иванович продает черенки я не знаю почему он не стал это имея практику выращивание укоренения почему саженцы не продает вот он бы на этом он хорошо доработал я бы слышали все это исключительно сус а у вас нету ни одной более костюзи я сейчас высылаю это было лет пять назад еще тогда рубль был весоми я высылаю сейчас 10 тысяч рублей а вы мне год спустя пришлёте саженец вырастить специально для меня шелковица ну таких мало кто готовит энтузиастов ну давайте пробуйте выращивать шелковицу а может быть вам это даром не надо посвятить свой леон чернобаевому но я не буду выращивать саженцы и все так до души несколько на замену вырастила это самая один два три чего-то и все те же персиков и сидит довольный а так чтобы взять 100 200 300 саженцев персиков да тут пустить продажу устроить эту самую на рынок возить их продавать или посылки не художник на жизнь хватает и ладно не все жгодятся за этим за большими деньгами так теперь пошел шугунься ответ отрицательный у Алексея Ивановича Алексея только черники как я понял ЛГБТИ лезвий геи бисексуальный тазген ну и в принципе согласен только это самое за ваши как называть за ваше уточнение спасибо время если пробовали у себя выращивать айбуу есть и шанс не выращивать айбу хотя бы собрать и так пробовал сразу про это самое сразу замерзли то время я был такой как все тоже подвернулась под руку тут же выросил тут же вздохал ну и потом нужен какой-то смысл она когда умерла я больше не рисовался в одном из садов я нашел айбу японскую попробовал не понравился мне кусок да и в черте вот поэтому вот и весь мой вопрос а для чего-то ее еще и надо выращивать какой-то чего-то добиваться ну не знаю в общем получается это не мое вот серия с абрикоса на какой год зацветут у меня в лучшем случае у меня был случай один серия с абрикоса зацвел на третий год парочка на четвертый год обычно на пятый шестой вот но это единственный случай такой когда на третий год то есть зацвел на второй а оплоды были на третий нет итак заложил свете на второе оплоды были на треть Наталья Татьяна вне абрикосы посадила косточки в шестнадцатом году и витасом уже цвели то есть шестнадцать семнадцать восемнадцать до четвертый год плоду было по штук по десять пятнадцать двадцатым дали по ведру и привали но я живу в Нижегородской области косточки были от ВК Наталья ну у вас есть спасибо конечно что от ВК это авторитет мой фотографии где а сами плоды а какие они 10-20 грамм 50-100 ну пожалуйста может быть сохранились фотографии в крайнем случае словами плоды были такие примерно хотя бы ну как то это на сравнении с коробком там с теннисом мячиком вот а может быть вы и присылали мне а я не помню вот ну и ответили на вопрос на четвертый год в 19 врат свели и первые плоды а на пятый год по ведру ну значит и я чего-то стою согласны значит это не болтология так михаил свинин привет в Харканской области тоже чем-то занес туда в белые ночи так дальше 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 в Харканской области привет принимаем привет Ольга Сварок сама по себе груша морозостойка нарядная фигура тоже морозостойка или надо поливать на уссурийскую грушу тюмень в принципе я показывал фотографии в принципе я все сказал Сварок груша морозостойкая но то что мы ее поливаем на уссурийскую грушу а Сварок у нее один из родителей есть уссурийская груша и получается масло масляное по двое уссурика приводит на половину уссурика поэтому у нее прекрасное вкусное качество только в молодой и только в жару вот тогда ее ешь она сочная и прямо по бороде течет вкусная но проходит годы у нее есть один недостаток знаете какой это жуткий недостаток это с таким сумасшедшим урожай но не хватает ей сахара на все это и вот тогда помните фотографию ковром лежит и никому не надо и только когда она уже полуизгнившая на нее набрасываются насекомые она становится вкусной вот когда начинает подгнивать ну а нарядная Фимова ну что еще раз показать фотографию если у меня она 20 лет давала от 10 до 30 видов каждый год вот борозы были слабые сильные супер сильные будем считать что она очень морозостойкая и скорее всего еще потому что в ней уже бродят культурные части бывшие прививки бродят гены дикой уссурийской груши иначе я никогда не поверю вот смотрите яркий пример ну допустим откуда груши например самые прекрасные из прекрасных это лесная красавица ее родина лесной красавицы бельгия так и теперь давайте сделаем прости эксперимент допустим взять саженец из бельгии любой и саженец от меня там где нарядная Фимова привита на уссурийскую грушу уже понятно что вы спорить не будете никто что та погибнет это нет та замерзнет это нет теперь возьмем верхнюю часть возьмем свеженькую веточку именно бельгии все подвое естественно будет может на такой морозоке и та груша которая на моем подвое и куда-нибудь еще на север ушел и сравним какая выдержит мороз мне кажется что несколько градусов морозокости нарядные Фимова добавилось за счет подвое и они уже стали вегетативным гибридом я часто забываю то что называют вегетативным гибридом то что или там химерой то что чисто внешне отличается а вот сорт А плюс сорт Б а получилось не папа не маму а бывает что они в соседах так что есть то есть а здесь получается что присылают начинаем с ней работать вот смотришь не обманули так такая крупная красивая красная все вот а морозостойкость повышенная это считается гибридным качество гибридное или нет я вам сам советую это к вам вопрос до сих пор вот так вот большой знак вопрос вот как вам ответить на то что вы попросили а нарядные Фимова тоже морозостойко конечно она свару уступит ну немного вот а дальше вы спрашиваете или она допливать на сурисскую грушу конечно привать на сурисскую грушу как мог ответил что Артем посадил абрикос 14 ноября выпал первый снег засыпал абрикос снегом ой срочно откапывать пошел дождь а вы уже написали откопал абрикос 19 ударил мороз как быть в такой погоде как быть в общем больше абрикос снега не засыпайте сгнет чертой мать он должен выдерживать ну что такое ударил мороз ну 35-38 мы и выдерживают ну будет 40 ну пропустит урожай было такое а сами деревья с собой покроется морозобойными и сам себя залечит вот если спасать с помощью снега абрикосы вы их быстрее потеряете чем если он замерзнет вот такой ответ хотя тоже ничего хорошего вот обнаглели мы ударяют поросы а у нас абрикосы которым на большей части России делать то нечего а мы их выращиваем мы в в в в в то в в в Продолжение следует...